встречаетесь друзья и даже ни разу по пьяни не целовались нет нет сегодня будете нет кто знает есть верно сексизм и что посмотрев этот видео почему сразу сексизм олег все парни будут рыдать а девочки не стал злиться вот так существует ну я я я я считаю что никакой дружбы между мужчиной и женщиной не существует я уже про это говорил скажу еще будет ли дружба между мужчиной и теми кого принято называть женщинами или вот эти показушные взаимоотношения между нами создана только ради того чтобы получить а вообще даже если дружба и существует безопасно ли она и так чтобы разобраться во всем этом досконально сперва нужно выяснить что вообще это такое дружба ибо люди по ладно с кем это я дружил а да не серьезного че с алинарин ребят цысли дружил что мы иногда где-то там пересекались на стримах это по-вашему дружба я никогда не с какими девками не дружил по крайней мере я не воспринимал как подругу ну вы чё вообще что ли по натуре такие что любят заменять понятия мухлюют джонничают не допонимают пусть я надо то же самое мы были в одном скваде просто и все и все общались между собой как бы ну я не могу сказать что она подруга моя была то она меня там друганом называла я-то и никогда подругой не называл и в смысле почему надежда до лучшая моя подруга ребята ну вообще приколистый дружбу какую то уже придумали утром и все у друга с приятелем а приятель с знакомым и не хочу тем самым сказать что у тебя нет друзей тут коодне знакомые но говорю что у тебя нет друзей а только одни знакомые ну я не говорю что и не существует вообще в принципе я понимаю что есть случаи когда у кого-то получалось дружить какому-то парню получалось дружить просто дружить с девочкой, да, и у него не было к ней какого-то влечения, да, там, и также наоборот, соответственно, у этой девки, она просто дружила с ним, как бы, без каких-либо задних мыслей, может быть, у кого-то такое реально происходило, но вероятность этого, она очень маленькая, таких случаев не так много, а в большинстве, в принципе, как бы, да, получается так, что все-таки дружить долго не получается, даже если кто-то пытается, все равно это недолго, длится. Я про это и говорю, что рано или поздно кто-то кому-то начинает подкатывать. У меня были такие случаи в жизни, ребят, я тоже просто думал, мы дружим, а потом, по итогу, неожиданно оказывалось, что я такой, типа, ой, ладно, ой, как неловко-то вышло, причем это даже не с моей стороны, понимаете, там, всякие разные инициативы проявлялись, вот, расскажу очень интересно, я не буду рассказывать, но порой происходили шокирующие вещи, о которых я не могу рассказывать, вот, я такой думаю... Да я такой думаю, ебать... Ну, в очередной раз просто убедился, что никакой дружбы нет, и все. Хотя мне казалось, блядь, ну, мы просто, типа, общаемся, ничего такого, вроде как. А потом, о, и ты такой, о, блядь, нихуя себе. Смотри, когда в последний раз твой друг делал для тебя и вот то, и это? А вот настоящий друг делает и вот то, и это? Сколько секретов вы от друг друга скрываете, и когда виделись в последний раз? Так ладно, ты еще пацана называешь другом. Но когда бабу... Это поминки. Не, объясняю на пальцах, в детстве с пацаном закрешиться не составляет никаких проблем. За пачку кирешек с бомбастером и жвачку ловиса он уже кинется на абразуру за тебя, а за биольник лопардаст душу и порвет очко. С девочками не так, я вообще не знаю, как, если честно. Мне вот эта механика дружбы с ними, даже если рассматривать... Я тоже не совсем понимаю, как с девочкой дружить, будучи пацаном. Объясните, я не умею, блядь, реально. Ну то есть вот мы с пацанами в кальянке собираемся, мы там всякие разные вещи обсуждаем. Ну наши, мужские, да? А как с девкой, типа, ебать, пошел в кальянку с ней, сидишь такой, ух, блядь. Че ж с тобой обсуждать-то даже, не знаю. О политике поговорить с ней? Да ей вообще нахуй это не интересно, скорее всего. У нее вообще мысли о другом. Там, типа, я за всю жизнь не встречал ни одной девки, которая бы прям так глубоко интересовалась, например, политикой, там, выборами в Америке, выборами еще где-то. Среди моей аудитории, может быть, такие девочки сидят. Но в жизни я таких не видел просто, понимаете? Которые бы интересовались, предположим, политикой. Такие есть, я знаю. Ну, например, Навальная, да? Камала Харрис. Ну, это уже взрослые вумын, понимаете? Это уже состоявшиеся какие-то женщины. Они уже там, блядь, ну... А вот девочки помладше-то, скажем так, лет 20, например, да? Ну, они уже, извините меня, им нахуй это не нужно. Юлия Тимошенко, Мизулина. Да, 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 да. И шо мне, блядь, с Мизулиной в кальянку ходить, что ли? Обсуждайте с ней блокировки Твича, Ютуба и так далее? То есть, получается, чтобы дружить с женщиной, эта женщина должна быть как минимум в два раза старше тебя, блядь. Вот тогда вы с ней найдете уже какие-то, там, не знаю, блядь, интересы общие в политике, например, да? Вот мы с пацанами сидим, всякое разное обсуждаем. Я не совсем понимаю, как я, блядь, с женщиной такой буду сидеть обсуждать. Именно с подругой имеется в виду. Если бы это была подруга. А про игры, например, поговорить. Так а про какие? Они и в игры-то не играют. Ну, вот вы, девочки, блядь, шо, я серьезно? Может быть, конечно, среди моей, опять же, аудитории геймерской, есть и девочки, которые играют в игры постоянно. Но, опять же, я-то говорю про свою реальную жизнь. Ну, вот Алина играет, окей. А в доту? Во шо она там еще, блядь? В GTA RP? Ну, опять же, мне вот эти игры, они нахуй не интересуют. Я в доту не играю. В GTA RP, блядь, тоже хуйня какая-то. Чтобы подружиться с девушкой, надо, чтобы у нее был член. О, то есть, в моем понимании, это вот S.T.A.L.K.E.R. 2, блядь. Battlefield. Ну, шо, я не встречал в своей жизни девочек, которые бы любили играть в S.T.A.L.K.E.R., в батлу, в KS... Нет, в KS-очку, ладно, есть такие, играют. Во что они любят играть? В Genshin, Sims, ну, Дотку часто могут играть, окей. Minecraft. Valorantik дохуище, а-а-а. Я KS-T, а знаю одну, у которой есть член. Сегодня рейд давала. Вот с такой бы я подружился, кстати. Вот детство вообще никак не понятно. Я даже не помню, что бы произносил такое слово, как подруга. Я, наверное, его и не знал вообще. Конечно же, я допускаю, что в Little Small возрасте заиметь подружку в свой стакт... Ну, серьезно, у меня ни одной подруги нет. Вообще нет подруг. ...допустимо. Например, в песочнице она угостит тебя тем, что только что приготовила, и ты растаешь. Ибо с пеленок любая малая знает, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Но где граница, что тебе не захочется потом, в дальнейшем, эту имеющуюся подругу... Не поймите. Ой, извините. Нет, мне непонятно. Вот представим ситуацию. Мне лет под 30, я закатываюсь в бар, и такое что-то мало у меня друзей. Найду-ка себе подружку. Да я больше в Супермена поверю, чем в такой исход событий. Или вот другой пример. Уезжает ваш браток на Кудукину гору за 3-9 земель. Через 10 лет возвращается, и вы будто вчера только виделись, ну согласитесь. Хотя от него не было ни слуху, ни духу. А теперь такая же ситуация... Да-да, у меня такая хуйня с братишкиным была. Вот когда мы с ним наконец-то встретились спустя 3 года в Турции. ЛПшкой. У меня мозга сломается быстрее, чем я такое представлю с женщиной. С пацаном вон когда угодно можно черепашек-ниндзя пообсуждать. А с этой взрослой теткой что делать? И кукла уже безразлична вроде как. Что ей нахуй рассказывать? Дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Такой прям настоящий. Есть только фальшивые, а не искренние. Поэтому женщина в друзьях это всего лишь подруга. А говорят, что и женской дружбы нет, кстати. Но тут я уже не буду ничего утверждать. Ну как бы опять же по своему наблюдению. Не опыту уже, а по своему наблюдению. Смотря на то, как дружат женщины. Я так со стороны просто наблюдаю. Иногда как будто бы это имеет место быть. Нормальный? Ну нет, я говорю, я не утверждаю. Я просто наблюдаю все. В какой-то степени. Ну хорошо, просто у меня в чате много же девочек. Вот вы как вообще дружите там со своими подругами? У вас все нормально, нет? Вы им не завидуете, например, если вдруг у них что-то происходит. Что-то, ну что-то такое, что вы хотели бы видеть у себя, например. Вы за них радуетесь искренне? Или вы думаете, вот сучка ебаная, блядь. Вот, сучка какая, а? Сука, блядь. Нет такого у вас? Я просто такое часто наблюдал у других женщин. Возможно, это просто типа совпадение такое и все. Только имитация дружбы. И тут есть несколько видов этой имитации. Разумеется, в зависимости от пола она разнится. Значит, имитация дружбы у пацанов. Начнем с них. Первый вид и самый, наверное, распространенный это наебастры. Мальчики, которые врут другим, а самое главное себе. О том, что они на самом деле дружат с этой девочкой. И не хотят никаких сруезных отношений. И вот вам наглядный пример такого пи***вольства. Я говорю, Арина, она не является моей девушкой. Ну, то есть типа у нас и ничего нет. Сколько будет стоить пи***вольство? Я говорю, Арина, она не является моей девушкой. Что за Арина? Ну, то есть типа у нас и ничего нет. Но в любом случае он притягивает меня. Ебаный свет, блядь. Немного в тему. Мне лично тяжело дружить с людьми, ибо девочки со мной не дружат из-за какой-то зависти ко мне, которую я не понимаю. А парни хотят секса. Вот, я про это говорил, про зависть, вот. Я не просто так это нахуй упомянул. И не хотят никаких сруезных отношений. И вот вам наглядный пример такого пи***вольства. Я говорю, Арина, она не является моей девушкой. Ну, то есть типа у нас и ничего нет. Но в любом случае он притягивает меня. Он говорит, что у него вырос онлайн, потому что я хочу... Ну, это вообще неправда? Что? Фу, сейчас подожди. Нет. Батя. Признаки подвисания на некую стримершу Морфлину налицо. Я далеко не психолог, да и зрители тоже, но это видно невооруженным глазом, что когда речь заходит об объекте обожания, то есть о ней, и задаются неудобные вопросы, то наш Вадичка становится таким, что ли нерозным, суетливым. Вон, видишь, сколько дерганий. Типа зачем? Ты перебил, все без чата, не смотри в чат, вот смотри. Хочешь Морфлину вы***ть? Ну, я же не могу не смотреть. Это не так... Сука. Подожди, он типа с ней дружит, что ли, или еще, я не понимаю. Что это за хуйня такая, батечка? Ты ебанулся совсем, что ли? Ты что-то ему думал, блядь, дружить с девочками? Типа, ну типа, дружит. А в чем проблема ему просто взять и сказать, как мужик, вот, просто взять яйца сейчас, в кулак сказать, ну, нахуй дружбу, гоу, это... Он богатый, популярный, красивый. Че, она против, что ли, или че? Я не могу, нахуй ему с ней дружить. Ладно, я не буду влезать, влезать в отношения чужие, да. Четкого ответа мы не получили, одно лишь только отрицание и защитная реакция в виде улыбочки. Мой вердикт... Морфилина 1СК подписоты за день зафармила. Каким образом? А он ее прорекламировал, что ли? У них сегодня был совместный алко-стрим на 25 катчелов. А-а-а, нихуя, а? Он и онлайн дал вообще, а? Ей 17. А, ей 20. Тогда ладно. Они уж давно вместе стримят. А-а-а, она откуда? Она откуда вообще? А, из России, блядь. Шо он, блядь, все время из России их тащит-то, я не понимаю. Шо, не может в Украине найти там, не знаю. Ла-ла-ла-ла-ла. Ага, шучу, шучу. Да. Он хочет ее вы. Следующий вид. Антозеры. Ведут себя как друзья, готовые в огонь и воду, а сами выжидают тот момент, когда дадут вам... Народ. Хотя такие товарищи в основном понимают, что им ничего не светит, но продолжают питать себя иллюзиями. Из-за этого и страдают. Да, им приятно делать вам приятно, точно так же, как и приятно представлять, как вы крутитесь у него между ног, как пропеллер. Не, ну, а мало ли какая ситуация у подружки. А тут вы, тут как тут, и ваши дружеские утешения в кроватке. Друг-то он на то и друг, что сначала друг, а потом и присунет друг. Девочки, будьте в курсе про таких. Также с фантазерами очень плотно коррелируют другой вид, это ждуны, либо же просто терпилы. Они не славятся своими фантазиями, зато имеют потрясающую выдержку. Типы прям по несколько лет готовы выжидать добычу, чтобы при удобном случае впиться в сраку. Правда, их уязвимость это страх. Страх признаться и быть отвергнутым, а их мечта это просто услышать от нее слова, ну все, я готова, давай попробуем. Важно, что у него там семья, дети, внуки, блять, ему подружка сказала да. Сейчас будет срочный вход развала. Так, следующая категория это парни, которым легче дружиться с девочками. Ну знаете, бывают такие, ошиваются в кругу одноклассниц в школе, среди пацанов они себя нужными не находят. В бабской атмосфере им приятнее, им комфортнее в рыбном отделе. Так происходит по причине нескольких причин. Банально коллектив пацанов просто не принял, или может быть такое, что у тебя имя дома, а фамилия сек, тогда понятно понять, что он не делает. Ну конечно, чаще всего молоденькие парнишки обитают подле сверстниц только из-за того, что они бабники, но еще не поняли этого. Твое подсознание хочет заглянуть под юбку каждой твоей якобы подружки, но это совсем не дружба. Чуть повзрослев, такие типы будут звать таких вот подружань на вписки, чтобы припарковать пиписки. Конечно же, все сказанное так или иначе относится и к девушкам. И вот как раз таки давайте про основы имитации дружбы уже у них. Значит, костяк это так называемые запасные варианты. Девочки обманывают сами себя, полагая, что хорошее отношение в их сторону от парней может расцениваться как дружба, хотя сами, вероятнее всего, понимают, что доходяга нихуево завис, но все равно продолжают пользоваться его вниманием, называя его незамысловатым ласковым словом. Дружок. Ну знаете, так собака еще иногда кличет. Дружок. А самое сильное заклинание... Бля... Мне вот интересно, вот я в чате, сколько таких сидит, блядь, и думает, что вообще-то у меня есть друг, и мы дружим. А ты уверена, что он тебя воспринимает как подругу? Уверена ли ты, блядь, что он, ну, как бы там, ну, не рассчитывает на что-то? Может, ты просто глупая, что не замечаешь определенных намеков или моментов, просто их скипаешь? Или не хочешь замечать? Или делаешь вид, что не замечаешь? А? А ты подумай, может, так это, вспоминай сейчас, может, что-то было такое все-таки? Что-то такое мимолетное, могло что-то показаться, а может, это не показалось? У них звучит таким образом, ты хороший парень, но... Давай останемся друзьями. Я, у меня есть такая, я ее вспоминаю чисто как подругу, а она влюблена, ну, понятно, понятно, так. У меня есть друг чисто с пеленку вместе, типа, с пеленок вместе? Мамы лучшие подруги, друг другу помогаем еще с отношениями. Вообще, не типажи друг друга, никогда друг другу не нравились. Подожди, подожди, сейчас ваши отношения закончатся, вот у тебя закончатся, и тут так, может быть, совпадет, что и у него тоже. И вы такие, типа, ой, нам надо друг друга поддержать. Давай-ка пообщаемся. И вы пойдете общаться. Оба одиноких люди. Вот. И в этот момент, ты, возможно, случайно, там, запнешься, нагнешься, а он случайно тоже запнется, на тебя упадет сверху, и все. Нет? Ну ладно, ну ладно. Перевод с женского на русский. Ты скучный, ты нищеброд. Я считаю, что я достойно лучшего, и я хочу... Вот это нихера себе, блин. Кого-то очень сильно это все задело. Вся эта тема кого-то сильно задела. Очень сильно. Видимо, у человека что-то такое произошло, связанное с этим. Вот. Братан, шо с тобой? Причем тут вообще людишки? И почему мерзкие? И почему мы еще и сдохнуть должны? Осуждаю такой долбоеб. Ты что, с ума сошел, что ли? Че такое-то? Ты до сегодняшнего дня верил в дружбу между мужчиной и женщиной, и тебя вдруг осенило сейчас? Или что? Что с тобой произошло, блядь? Ага. Ну извини, братан, что мы открыли тебе глаза. Зато теперь ты знаешь правду. Ты фейк папича? Че, блядь? Че себе другого мужика? Но среди всех моих мужиков, которых я называю друзьями, нет того, кто устраивает меня на все 100%. А мне нужно, чтобы кто-то меня развлекал. Мне нужно чувствовать себя востребованной. Мне нужно в случае чего к кому-то вернуться. Поэтому потопчись рядом, пёсик. Следующий вид девочек это те, которые реально верят. И чаще всего от них можно услышать такое. Да у меня куча знакомых мужчин. Все мои друзья мужчины. Мы 30 лет дружим. Мы с первого класса дружим. Ну... Белёнок! Мамы наши дружат. Он даже никогда не думал меня трахнуть. Да. Либо девки прикидываются, либо они реально не втупляют. Проблема в том, что самка не захочет, кобель не вскочит. И пока девочка дружит, парень умиротворённо пускает по ней слюни. Ну и самая весомая разновидность девок это та, которая... У меня куча друзей и парней. Трахаемся мы тоже только по дружбе. Бурочка, спасибо. Ну не может рассмотреть тебя как партнёра. Ну не стакаешься ты. Не бьёшь по вайбу. Она рассмотрит тебя как объект только в том случае, если ты из Питера Паркера превратишься в Человека-паука, а такого не будет. Ты не удивишь её своей густой паутиной. Максимум жидким поносом. А вдруг будет? А вдруг ты такой весь, типа, простой, а через неделю вдруг становишься очень известным стримером. Популярная буйстрая Вилона. Ну хайпанул, блядь, немножечко. Что-то ты сделал и хайпанул. И всё, она такая... Слушай, мы тут дружили всё это время с тобой тогда. А может быть всё-таки попробуем что-то более серьёзное? Я тоже стримить хочу. Скажет она. Ну хотела попробовать, а тут, смотри, у нас вообще интересы. Всё, дружбе конец, как будто и не бывало. А такого быть не должно. Правильно, пацаны? Нам не важно, обосрался наш друг или обрыгался. Никакого отторжения. Наоборот, ваши дружеские узы после такого казуса перерастут в братские. Желательно ещё попить за друг с другом до полусмерти, чтобы вообще железобетонно на века закрепить товарищество. Женщинами так не сработает. Как минимум, с ними не попитьешься. А обсираться будет как-то тупо. Супергероем тебе тоже не стать, поэтому никакой тебе дружбы с девочками. Разрешается дружить только с мамой. И то, потому что она мама, чьей именно, решать вам. Ну и самая базированная дружба у обоих полов, это дружба по выгоде. Повышает достоинство, значимость. Вот с мамой, не со своей, а с чьей-то мамой, я бы смог, наверное, дружить, реально. Тут как бы, ну, взрослая женщина, опытная, с каким-то багажом знаний, с которой реально можно обсудить что-то там, да, поговорить о чём-то серьёзном, да. Возможно, она даже в сталкер поигрывает иногда. С багажником. Нет, это меня не интересует. Твой, её багаж меня не интересует. Это-то как раз-таки и является, наверное, главным фактором. Что с ней-то уж точно нихуя не будет. Потому что у неё там, ебать, ну, отпрыски бегают. Ну, типа, это уже нет. Материал отработан. Ой, блядь, вот это сейчас прозвучало очень плохо, кстати. Осуждаю, это я шучу, если что. Шучу. И весомость. Отмена, не надо меня отменять в Твиттере, шучу. Умер. Ой, подруга, че нужд? Два рукопожатия до Криштиана Роналда. Я нахуй неприкасаемый. Не буду я ссать ваши банки. Мужчина и женщина не могут дружить. Пропишите это где-нибудь на зак... Да ты, это что вы тут отменяете-то, блядь? Вы тут все чайлд-фри, алло. Сидите тут сами. Да, дети хуйня, нахуй детей, блядь. А сейчас такие... В смысле, она отработанный вариант, не поняла. Да тебе-то не похуй. У меня три ребенка. А, ну у тебя никнейм, блядь. У тебя никнейм, ахуеть, я шлюха. У тебя никнейм, ахуеть, я шлюха. И ты пишешь, что у тебя три ребенка. Но неудивительно с таким-то никнеймом. Еще от разных отцов, наверное, да? О, блядь. Учитывая, как ты ебешь мамок в чате каждый день, не дружил бы. Так это же все шутки, я же не серьезно чьих-то мам. Это самое. Автор видео Мизогин какой-то. О женщинах с каким-то отвращением... Ляй, майор Буба, я не понимаю, как ты до сих пор меня смотришь. Ты такой ли улак, Суева, это просто пиздец. Ты долбоеб, майор Буба, уже не в первый раз я это наблюдаю. Но спасибо тебе большое за 100 бицов. Мизогин. Чел по факту говорит, никакой дружбы в большинствах случаев между мужчиной и женщиной нет. Ну нету ее. Ну все, это факт. Это реальность. Нахуй против реальности идти, что-то доказывать, пытаться, не понимаю. Таком-то другое сейчас. Про что он сейчас? Есть ты долбоеб. Я говорю, в большинстве случаев, а не во всех случаях. Ну если в большинстве это так не происходит, то все. Значит ее нет. По сути и по факту. А женщина с каким-то отвращением и принижением и говорит. Он? Ну то, что он их бабами называет, ну наверное только это, если ты это имеешь ввиду. В законодательном уровне. Хотя сейчас популярны такие понятия, как передружба и недоотношения. Мол, давай возьмем ипотеку, нарожаем детей, построим дом. Ну не больше. Я не хочу чего-то серьезного. Ну вот смотрите. Что это? Мы мальчик и девочка, которая дружит, и все думают, что мы встречаемся. Мы мальчик и девочка, которая дружит, но я трогал ее везде. Мы мальчик и девочка, которая дружит, и он изменил своей девушке со мной. Мы мальчик и девочка, которая дружит, и после всех своих парней я бегу к нему. Мы мальчик и девочка, которая дружит, но... Мальчика-девочка, и я знаю, что она скрывает свои чувства. Мальчика-девочка, я знаю, что он не скрывает. У каждого своего бывшего она пытается забыть через меня. Дружба есть, верьте в неё. Извините, а это все девочки так дружат? Или только общительные? А у пацанчика что за интрижки такие? Им на вид лет 15, а они уже Санта-Барбару пережили. Кентик вон в любви признаётся, потом у него какие-то девушки оказываются. А у этой парни? Я никогда этого не пойму, и такой вот дружбы. Ну представьте, у вашей второй половинки будет что-то подобное. Типа она такая... Вы тут крипто обсуждаете, а у меня девушка во сне пердит. Так разбуди, скажи, не надо срать. Я к другу, а ты... Хорошо, любимая, только попроси его, чтобы он сильно тебя не трат... Чел жирного рофла не вывез, нахуя смотреть это дальше? А вдруг это не рофл? Чё вы все сразу начинаете рофлами оправдывать? Хес, так я не о дружбе, а именно о том, как автор говорит о женщинах, называет их девками и выставляет недочеловеками. Подожди, что девками нельзя назвать? Бля, майор Буба, ебать ты, Соя, вахуя, нахуй. А так я не отписываюсь, потому что понимаю... Майор, ты не майор Буба, ты Соя Буба, или майор Соя. Реально майор Соя, блядь. Оказывается, женщин даже девками нельзя называть, а как нахуй? Может, ты их королевами, наверное, сразу называешь по дефолту, да? О, моя королева. И на колени падаешь перед каждой девкой, наверное, так, да? Я не мизогин. Что это вообще за слово, блядь, такое глюдское? Бредятина. Вот эти притворства по-любому имеют какую-то цель. Поэтому, когда мужчина дружит с женщиной, они либо хотят друг от друга что-то, мужчина, например, хочет с ней спать, а она хочет получить его какие-то ресурсы. Тогда они могут изображать дружбу. Но дружба между мужчиной и женщиной... Может быть, она просто, как бы... Может, это работает таким образом, что она не хочет сейчас находить каких-то серьезных отношений, да? Встречаться с каким-то парнем, но ей все же не хватает мужского внимания, поэтому она рядом с собой держит такого вот дурачка, который, как бы, ну, ей типа является другом, она от него получает какое-то мужское внимание, то, чего ей, как бы, как раз-таки не хватает. Она этим пользуется, и все. Как получает от него вот это самое внимание мужское. Но, как бы, и не подпускает его слишком близко, чтобы там, опять же, эти отношения самые не начались. Вот и все. А он с ней, потому что надеется как раз-таки на что? Направильно, на писку. Возможно, только в браке. Значит так, подруга, мы либо с тобой расписываемся, либо я тебя больше не знаю. Я, кстати, с этим дядькой полностью согласен, но хочу дополнить. Что-то типа около дружбы, возможно, еще в ряде случаев. Например, когда ты ее, и она тебя никак не привлекает. Допустим, у вас сильная разбежка в возрасте, и у обоих задержка. Только у нее просто, а у тебя в развитии. Также дружба с семьями. Хотя я до конца не уверен, можно ли назвать жену друга подругой. А вот свою жену, да. Можно. Самая лучшая подружка в вашей жизни, это ваш муж. Да о чем речь, когда они даже сами с собой эти women дружить не умеют. Лена у меня конкурентка, а Анжеле я завидую. У Кристинки муж нефтяник. Она тоже охуела. А вот Пашка настоящий друг. Так, вот и я про это говорил в начале видоса. У него там глаза косые, зато при бабках. А теперь представьте, каково этому Пашке. А вообще, с точки зрения здравого смысла, мужику дружить с женщиной небезопасно. Ты либо получишь нож в спину, либо серпом по яйцам. Нет, я просто называю их женщинами. Носительницы ха-ха хромосом. Женщина, вперед. Женщина президент никогда не начнет войну. Бля, майор Гу, хоть позориться реально, ну не надо. Но не в моем чате это делай, пожалуйста. Ты с такими донатами должен к Олеши на стрим идти. Вот он такой бы, я думаю, одобрил, да. Ему такое нравится, я думаю. Оба сидели бы у него там на стриме, сои бы обмазывались. Так это, собственно, я тебе скажу так, братанчик. Если ты такой у нас правильный, да, и боишься женщин обидеть, то ни в коем случае никогда не называй их женщинами. Потому что какая-нибудь молодая девочка, если ты ее женщины назовешь, она тебе пизданет сумкой по голове и скажет, что ты гандон, уебища, тварь ебаная. Ты кабан ебучий, спермабак и так далее. Потому что женщина для девочки это оскорбление. Потому что женщина, это как будто бы ты обращаешься к ней так, как будто она уже взрослая какая-то. Как будто она старуха, знаешь, типа женщина. Я думаю, ну вы часто видели, может какие-то видосы, где там какой-то мужик обращается к молодой девке, типа женщина, извините. Она такая, какая тебе женщина? Я девушка! Или, блядь, к взрослой женщине обращаешься. Девушка, извините, она, какая тебе девушка? Вообще-то женщина уже. Там хуй поймешь вообще, как к ним обращаться, блядь. Ты ее называешь женщиной? Иди нахуй. Называешь девушкой? Идешь нахуй тоже, блядь. Вумен? Тоже грубо звучит. Опять неправильно. Так что майор Буба дурак-то. Ибать, у тебя психика поломана. Чего, блядь, а я-то здесь при чем? Я-то не обижаюсь на этом. Причем тут вообще я, если я про женщины говорю. И про реальные случаи. Ты сейчас будешь с этим спорить, что ли, блядь? Я уверен, что у меня многие вон девочки в чате сидящие. Им было бы неприятно, если бы к ним подошел какой-то парень и назвал их женщиной, блядь. Ну ты представь, тебе там, не знаю, 18 лет, тебя женщина называют. Что, сука? Я не женщина? Ты шо, охуел, блядь? Мне 18 лет, какая тебе женщина? Женщина это шо-то типа уже взрослая, родившая ребенка, кто-то там, женатая. Эээ, замужняя. Ну или женатая, там уже как вам нравится. Нет, мне похуй. Ладно, женщины, продолжаем смотреть видео, женщины. Вы готовы, женщины, дальше смотреть видео? А вот вам ситуация. Выходит, значит, ваша подружка замуж, все хорошо, все прекрасно, теплый вечер, вы с ней в парке исключительно подружески за ручку гуляете и тут резко из-за дерева выбегает ее ревнивый муж. Такой здоровый самосвал по 3 метра ввысь амбалоидного телосложения. Ну и устраняет вас, чтобы ему спалось легче. Вывод сам собой наклевывается. Опасно. Да даже чисто психологически, общаясь по-дружески на добрых началах с девочкой, вы подвергаете себя риску. Ибо я знаю, что для большинства женщин дружба есть. Ты согласен, что телки нужны только для того, чтобы их трахать? Осуждаю. Во-первых, как ты посмел их телками назвать? Я не знаю, может ты коров трахаешь? Телят? Ну я осуждаю такое тоже. Вот. Они вообще-то молоко дают. А ты о чем? Дурачок, блять. Для большинства мужчин ее нет. А дружить должны оба, вроде как. Вот и думайте. Просто так, мужчина не будет вкладываться общением в другую женщину, не будет ей ставить огонечки, смотреть ее в стойке, не будет как-то что-то пытаться ей там что-то помочь, ей дай бог. Если мужик помогает женщине, если мужик вызывается сам с этой помощью, или очень быстро откликается на ее... Не, ну смотря как помогать там, блять. Если там какая-то совсем простая хуйня, и реально человеку требуется помощь, ну может, конечно, помочь. Это не значит, что мужчина теперь вообще просто, ну вот просто идешь нахуй, если ты женщина, и у нас ничего там нет, да? То есть, все, типа, до свидания. Если он мне вкладывается деньгами, например, дарит хотя бы какие-то самые голимые подарки, Ой, не, не, ну это уже, извините меня, это уже серьезные отношения, блять, в смысле? Если он ей дарит подарки, и, блять, монету на 200 долларов уже подешевела. Так вот, это уже серьезные отношения. Хотя бы какие-то там... Это уже серьезные намерения, точнее. Вот, то есть он вкладывает свои ресурсы, свое время, и свои деньги, свои эмоции, и так далее. Блять, а другу ты своему не поможешь, если надо? Причем тут нахуй друг-то, если мы о женщинах говорим? Какой пиздец. Итак, базовое мнение правого либерала, меня, а я могу сказать, что дружба между девушками и парнями есть. Этому есть научные диссертации на уровне социологии и психологии, а эти субъективные мнения я нахуй вертел. Ага. Есть проблема, что такое впечатление, будто мужчины только о сексе думают, хотя по факту такая дружба может быть. Ну, слушай, опять же, да, это лишь какие-то домыслы. То, как у тебя это звучит с твоей стороны, это может быть, а может не быть. То есть, если мы уже об этом спорим, да, и пытаемся что-то доказать, то это уже хуйня. Ты не будешь доказывать, что дружба между мужчинами есть. Она есть. Вот, блять, сто процентов. Мы все дружим. Мы мужики, все дружим. Но вот эти споры о том, а есть ли дружба, это как спорить о том, а есть ли Иисус, а есть ли Бог, точнее, да, а существует ли Бог? Вот так же и споры о дружбе между мужчиной и женщиной. Хуйня это все. Так, ладно, насчет геев. Геи часто мизогины. А можно запретить это слово, блять? Меня это слово раздражает. Кстати, насчет того, что девушки обижаются на слово женщина, это угар. Я достаточно часто их так называю. Чел, то, что ты их так называешь, и они тебе в ответ не говорят, что ты козел, это не значит, что ты их не обидел. Внутри, возможно, когда ты назвал какую-то молодую девку женщиной, ей было это неприятно. Но, естественно, она не будет тебе в лицо это говорить. Я просто много раз слышал от девочек, которые говорили мне, что, когда их женщинами называют, им неприятно, типа, у них это ассоциируется со старухой какой-то. Это как мем, когда ты, например, молодой парень, и тебя мужчины назвали на улице, и ты сразу, типа, как будто постарел лет на 40 сразу, да, поворачиваешься такой, и думаешь, что за хуйня, почему меня мужчина назвали, да? Или когда тебе пиздюк подбегает и говорит, извините, мужчина, и ты такой, блядь, мне всего лишь 19, какой мужчина нахуй? Мне что, 30 или 40? То есть у людей эта ассоциация с возрастом идет здесь. Женщина, значит, взрослая уже мужчина, или дядя там, да? Ты, все, блядь, тебе 50 лет, ты скуф. Ты начинаешь думать, ебать, я что, так хуел выгляжу, что меня дядей назвали или мужчиной? Меня, например, до сих пор мальчиком называют, когда на улице кто-то там пытается меня там, я не знаю, что-то мне сказать там, или как-то остановить. Вон, на Брайтон-Бич бабушке. Мальчик? Я такой, да, я мальчик, 100%. Мне приятно меня мальчиком называть, значит, я выгляжу как пиздюк. Вот, да, а если мужчина или дядя, я такой, какой тебе нахуй дядя, ты? Батя тебе твой дядя, блядь. Сука. Женщина, вы не против, если я вас тетями называть буду? Какие-то самые голимые подарки, либо хотя бы какие-то там еще чего-то. То есть он вкладывает свои ресурсы, свое время, и свои деньги, свои эмоции и так далее, она ему не безразумевает, он что-то от нее хочет. Девочки, вы прекрасно понимаете, как сложно его вытащить куда-то, если вы ему не всрались, как сложно его вытащить просто на какое-то сообщение с добрым утвичком. Ага, прикиньте, в вашей пассии будет писать вот такой вот просто друг, доброе утро и смайлик-сердечко. У меня бы говно в жопе вскипело, а у вас, не знаю, может, вы верите и умеете безопасно дружить с женщинами? А если вместо сердечка там смайлик улыбающийся, типа доброе утро. А без смайлика, если он отправит, это звучит как угроза, типа доброе утро. Сучка, блядь. Ну, тебе представьте, доброе утро. И ни смайлика, ничего. Если еще и точка в конце. Доброе утро. С угрозой как будто сейчас придет и зарежет, нахуй. Доброе, блядь, утро. Напишите тогда, что думаете на этот счет. Лично я считаю, что... Разбудил. Ну так, блядь, доброе утро в таком случае, реально. Это дейнджер. Все, обнял вас, поцеловал, покрутил, поставил на место. Но... Смотрите, большая часть людей согласны с автором. Дизлайков-то всего лишь 34. Что это получается-то? Мизогины. Мнение Панасенкова на эту... Да е-мое, ну серьезно, блядь. Когда вообще все это выдумали? Эту всю систему, очень коммерческую систему, когда надо ухаживать за девушкой. Там цветы, ну у кого это иногда, значит, продают такие вот розы со стволом, такие розы культивированные со стволом дикие, кровавого цвета, там они носят по площадям торгаши. Их покупают, это быдло, быдленку, все. Надо покупать цветы, подарки из Советский, значит, Союз, Советская... Привет с Украины, здорово, привет из Америки. Кампанское эту, бурду, конфеты с таким же коньяком и так далее, все это похавчины. Он что хочет? Он, мужчина, хочет акта. И больше в девя... Полового? Да ну ты чё, бля, подожди. Он что хочет? Он... Да подожди, ты чё мне донатишь? Ты хочешь акта? Кстати, слово мужик синомично со словом баба. И если баба означает жену крестьянина, оборванца, то слово мужик означает крестьянин, оборванец. И вообще слово мужик к нам из зоны пришло в фене и вот этой всей хуйни. Ой, короче, понятно, ну я и говорю, я не мужик вообще нисколько. Капитан Фринт, спасибо большое. Мужчина хочет акта. Акта. И больше в 99% случаев... Акты разные бывают. Ничего. И не надо вра... Акт совокупления, террористический акт, осуждаю. Какой акт? Знаете, что другое? Сейчас я ехал в пробки. Половой акт. Тебе после холодного Невского проспекта, где я гулял и вдыхал, уже потерял голос почти, ехал в пробки. И смотрю на лавочке, он и так крутится. Там уже у них лежат цветы, он ей подарил мальчик, девочка. Он и так крутится. Но он хочет, хочет. А она все изображает из себя, понимаешь. Вот, все это. Не надо здесь ничего выдумывать. Просто мы сейчас на том развитии цивилизации, да, где уже после долгих столетий, книжек и так далее, мы живем под действием моделей поведения, описанных в книжках, выдуманных, не идущих от природы изначальной, от зова плоти, да, а написанных в книжках. То есть, когда появилось ухаживание, ну, никогда же никто не ухаживал, ну, никогда. Что, в античности за женщиной ухаживали? В Древнем Риме, в Среднем веке, никогда за женщиной не ухаживали. Ну, как это было, расскажи. Да никак не было. В одном обществе просто отец выдавал замуж дочку. Хорошо, а откуда тогда это все пошло, вот эти ухаживания? Кто, сука, что за дебил, блядь, что за какой-то, получается, в те времена мужик сделал первый шаг к этим ухаживаниям, и все начали за ним повторять. То есть, какой-то долбоеб, блядь, получается, да. Решил такой тренд создать. В другом обществе он воровал, и до сих пор ворует, ты знаешь, что у нас есть в России один... Он создал из книг. Ну, окей, хорошо, что это за дебил такой в книжках начал все это писать. А? Кто? Первый. Сука. Гондон. Скажите мне его. Антон Эс нашел доказательства переписки, что маэстро гей и любит... Ну и что дальше, я не понимаю. То, что он гей, и что с того? Ну, все-таки маэстро. Человек начитанный, много книжек прочитал. Многое знает, наверное, и про отношения между мужчиной и женщиной тоже. Один замечательный политкорректный регион, где даже недавно увеличили штраф за похищение невесты. Ну, у нас же все одинаковые, все одинаковые, поэтому в таких некоторых регионах у нас до сих пор еще средневековье. Так вот, в Древней Греции и Риме, ты знаешь, женщина это нечто на темной стороне дома за занавеской. Она должна быть дома, все сидеть. О, Господи. И не выходить. Но все равно ее относительно уважали, потому что там уже началось то, что называется культура. Уже современная. Вот античность, там началась эта постепенно выдумка. Уже смеялись наши сестраты. Пиздобол. В природе ухаживание естественный процесс в животном мире. В большинстве видов животных должны показать либо свою красоту, либо выдающиеся умения, силу, пение и кучу других параметров. Чтобы склеить бабу, только кролики без повода. Что я нахуй своего... Я что, блядь, его должен показывать? Свои кривые зубы, типа... Ебать! А, не, все нормально. Я просто... Я тут, ну, у меня на экране показывает стоимость монеты. Она только что ебанулась до 6800 и опять резко вернулась на 7300. Что за хуйня происходит? Ну, ладно. Да, так вот. Ну, да. Башню вывали. ...пошла, женщина собрала и стали что-то заявлять, обсуждать политическое. Смеялись, но может быть, ну... Э, на самом деле, вот тут реально хуйню несет. Я не совсем понимаю, как это раньше, блядь, за женщинами мужчины не ухаживали. Каким образом? Как? А как они общались, типа... Ну, привет, сучка. Ну, привет, сука. Драхаться будем? Ну, погнали, гоу. Как это было? Как тогда общение происходило? А романтика и все вот это вот? Что-то я вообще нихуя не понимаю, блядь. Ты норм? Не, ну, я-то норм, а вот он... Что он тут рассказывает? Сказки какие-то непонятные, реально. Ну, хочет там покричать что-то? Ну, пусть пополитиканствует, да? Допустим, исламское общество, да? Оно... Пиздец, блядь. ...постулировало, постулировало... Мастурбировало, блядь. Модель поведения, модель поведения, которая достаточно архаична, она практически изначально. Когда женщина, это вещь, это собственность, их могут быть несколько штук собственности, да? С такого-то возраста, ну, невозможно, допустим, там, знаешь, вот, Ноктюрн Бабаджаняна. Помнишь? Дивный, да? Вот это вот. Между мною и тобою гул небытия, звездные моря, тайные моря. Как тебе сейчас живется вешняя моя? То есть, он как живется? Во-первых, его это в суть не волнует, как, что у него там во внутреннем мире происходит. Во-вторых, он не где-то, она там далеко ушла, оставила... Так, блядь, по-моему, вообще о другом говорит. Она всегда здесь, она под боком, она собственность, понимаешь? То есть, абсолютно невозможно в одной цивилизации то, что возможно в другой. Мы жертве романов, выдуманных, потом расскажу кем и когда, гораздо позже. И вот в исламском обществе... Блядь, Панасенкова, как обычно, занесло уже вообще не в ту какую-то нить мыслей. Вот, мы тут о дружбе говорим, а он в целом об отношениях говорит. Так что ты вообще мне не тот видос кинул, дурачок, блядь. Я Алёша, милый мальчик, я Алёша, сяду в танчик, я Алёша... Блядь! Продолжение следует...